При планировании беременности будущие мамы уделяют большое внимание своему здоровью, чтобы успеть подготовить организм к зачатию и предстоящим нагрузкам. Но факт наступления беременности зависит не только от женщины, но и от мужчины, точнее от качества его спермы, которая в свою очередь зависит от общего состояния организма, от образа жизни и в частности от характера питания. И об этом прямо сейчас у нас в гостях врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Каноненко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Инна Александровна, я вообще в принципе не думал, что проблемы с зачатием могут быть связаны с питанием мужчины. Да, они могут быть связаны с питанием мужчины, причем напрямую от этого зависит. 17% женщин не может забеременеть в течение года. Таким образом у нас ставится диагноз бесплодие. Мужской фактор выявляется в 50% случаев. И таким образом, когда пара обращается за медицинской помощью, именно оба родителя должны проходить лечение, потому что от этого зависит здоровье будущего ребенка. Хорошее питание определяет хорошее качество спермы и таким образом способствует зачатию, развитию плода, а также здоровью будущего малыша. А мне хотелось бы добавить, что вот эти факторы влияют не только на качество спермы в тот момент, когда мужчина пытается зачать вместе со своей женой ребенка, но и когда мужчина сдает сперму для криоконсервации, ну, чтобы, возможно, со временем воспользоваться когда-то потом. Вот здесь тоже важно подготовить свой организм. Да, конечно. Сейчас очень многие мужчины прибегают к криоконсервации. Это важно и когда есть женский фактор бесплодия. Также это имеет значение, когда у мужчины плохое качество спермы. И криоконсервация позволяет накопить необходимое количество хорошего материала. Каков должен быть рацион питания мужчины, чтобы его сперма была готовой к оплодотворению? Факторы нашего питания могут обеспечить увеличение и объема спермы на 10%, плюс они увеличивают и подвижность сперматозоидов, а также качество самих сперматозоидов. Какие продукты ухудшают сперматогенез и от каких лучше отказаться? Прежде всего, это трансжиры. К сожалению, трансжиры широко вошли в наш образ питания. И самое максимальное количество трансжиров содержится в гамбургерах, чизбургерах, картошка фри, различные снеки. Также трансжиры содержатся и в кондитерских изделиях, в которых используются гидрогенизированные жиры. Трансжиры опасны для нашего организма. Они не воспринимаются клетками, организмы циркулируют в крови и оказывают отрицательное влияние на фертильность. Трансжирами понятно, а вот я вижу здесь у нас свинины, причем приготовленные на пару. Что с ней не так? Свинина содержит большое количество насыщенных жирных кислот. В ней много содержится омега-6 жирных кислот. А омега-6 жирные кислоты провоцируют у нас хроническое низкоуровневое воспаление, атеросклероз, телечно-сосудистые заболевания. И, к сожалению, эти все состояния также влияют и на качество спермы, уменьшая количество хороших сперматозоидов. Теперь, что касается сахара, или точнее простых углеводов. Ну, любой диетолог в рамках здорового образа жизни рекомендует отказаться от таких простых сахаров. Вот к качеству спермы, это тоже этот фактор имеет отношение? Да, это имеет отношение, потому что сахар несет в наш организм и избыточное количество углеводов, а также калорий. Все это способствует развитию таких заболеваний, как ожирение, сахарный диабет второго типа, эндотелиальная дисфункция. Это состояния, которые также влияют на нашу фертильность. И существует исследование, которое показывает, что употребление печенья, подслащенных напитков ухудшает качество спермы. А как алкоголь непосредственно действует на сперматозоиды? Алкоголь даже в небольших количествах увеличивает количество аномальных форм сперматозоидов, также способствует снижению выработки тестостерона. А есть еще ряд алкогольных напитков, например, таких, как пиво, вино, крепкий алкоголь. Они способствуют повышению уровня эстрогенов, а это женские половые гормоны, и они мужчине в период зачатия точно не нужны. Все понятно. Я думаю, что мужчины, которые собираются стать папами, прям забыли про все эти продукты. Давайте теперь поговорим о мужчинах, которые хотят стать папами, и на что надо обратить внимание в своем питании. Мы поговорили про плохие жиры, а есть у нас хорошие жиры, на которые нужно нам делать акцент. Такие полиненасыщенные жирные кислоты, как омега-3, они входят в состав мембраны сперматозоида, что увеличивает вероятность совмещения сперматозоидов с яйцеклеткой, способствует слиянию их мембран лучше. Плюс оно способствует улучшению подвижности сперматозоидов, качества спермы. Омега-3 жирные кислоты содержатся в первую очередь в красной морской рыбе, а также они есть еще и в льняном масле. Красную рыбу мы едим не менее двух раз в неделю в количестве 150 грамм. Плюс я рекомендую принимать добавки омега-3 жирных кислот в количестве 2000 миллиграмм в сутки. Что можно сказать о таком микроэлементе, как цинк? Насколько он важен в нормальном сперматогенезе? Цинк очень важен для качества сперматозоидов, а также для количества вырабатываемого тестостерона. Ведь одна молекула тестостерона содержит 4 атома цинка. Плюс существует очень большое количество исследований, которые уже проводятся больше 50 лет, показывающих, что цинк влияет на качество спермы, подвижность сперматозоидов и увеличение хороших форм сперматозоидов. Есть исследования, которые показывают, что употребление 75 грамм грецких орехов в сутки улучшает качество спермы. Один грецкий орех весит около 5-7 грамм. Таким образом, мужчине рекомендуется употреблять около 10-11 грецких орехов в сутки, чтобы получить необходимое количество цинка. Давайте перейдем к витамину Е. Витамин Е содержится у нас в растительных маслах, причем все виды растительных масел являются источниками витамина Е. Витамин Е является хорошим антиоксидантом, а, к сожалению, окислительный стресс способствует ухудшению качества спермы. Витамин Е помогает нам бороться с окислительным стрессом. Причем я рекомендую употреблять разные виды растительных масел. Важно, что на растительных маслах мы не жарим, а вот добавлять в салаты в количестве по одной столовой ложки – это будет полезно для мужчин. Такая именно кислота, как L-карнитин, каким образом участвует в построении или движении сперматозоидов? L-карнитин как раз-таки участвует в движении сперматозоидов, ведь порядка 40% мужчин имеют именно сниженную подвижность сперматозоидов, что мешает хорошему процессу зачатия. Карнитин содержится в максимальных количествах в баранине и в говядине. 100 грамм баранины содержит 210 миллиграмм карнитина, а 100 грамм говядины будет содержать 110 миллиграмм карнитина. Но опять-таки я рекомендую принимать биологически активные добавки карнитина тем мужчинам, которые планируют зачатие в количестве не менее 3000 миллиграмм, то есть от 3 до 6000 миллиграмм в сутки, потому что если мы будем получать меньше этого количества, то карнитин будет расходоваться на другие процессы, его просто не хватит на процессы сперматогенеза. Скажите, когда будущему отцу надо начинать использовать вот такой рацион? Период образования спермы, то есть сперматогенез, длится у нас 3 месяца. То есть это тот период, когда у нас могут сменяться сперматозоиды. То есть это 72 дня. Это минимальный период, в который мужчина должен придерживаться этих рекомендаций. Дорогие мужчины, перед зачатием ребенка или перед фактом криоконсервации нужно особенное внимание уделить своему рациону питания. Ну а женщины вам в этом помогут. Инна, спасибо вам огромное за интересную беседу. До здоровья. Оставайтесь с нами, вернемся сразу после рекламы.